Поменять внешний облик прав потребовалось в связи с тем, что с 5 ноября вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения. Согласно ему, в стране появились новые категории и подкатегории прав. Так теперь особо выделены категории М – это мопед, ТМ – трамваи и ТБ – троллейбусы. Также появляются подкатегории А1 – это легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, Б1 – квадроциклы и трициклы, С1 – грузовики до 7,5 тонн и Д1 – автобусы до 16 мест. Также появляются и такие подкатегории, как С1Е и Д1Е. Они дадут право на управление машинами соответствующих подкатегорий с прицепом. Все эти обозначения теперь будут отражены в водительском удостоверении. Документ вступит в силу через неделю после публикации. Предполагается, что уже тогда во всех подразделениях начнут выдавать права нового образца. Сам бланк остался прежним. Изменилась только оборотная сторона. Тем, у кого есть права, в срочном порядке менять их не придется. Их документ будет действовать ровно до истечения срока, который в нем же и прописан. Но проблема в другом. Делать отметки в новых графах пока еще практически некому. Дело в том, что до сих пор нет таких подзаконных актов, как примерные программы подготовки водителей соответствующих категорий и подкатегорий, а также нет документа, который бы устанавливал правила приема экзамена по ним, говорится в сообщении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok